Добрый вечер! В эфире служба новостей Волна. В студии для вас работает Дмитрий Миранчук. Смотрите в сегодняшнем выпуске. При строительстве Керченского моста могут использоваться стройматериалы, отравленные ядами. Данное эколого-аналитического центра Кубанского госуниверситета. Будущее Крыма. Возможно ли реинтеграция? Эксперты о стратегии и восприятии украинским обществом идеи возврата полуострова. С 1 июля в Крыму повысят коммунальные тарифы. Большинство опрошенных крымчан этим недовольно. За два года отношение в стране к переселенцам не изменилось, но негативные тенденции есть. Социологи об итогах своих исследований. В строительстве Керченского моста используется ядовитый песок. Об этом СМИ сделал заявление депутат оккупационного парламента Крыма Юрий Юрьев. Он опирается на данные исследований ученых Кубанского госуниверситета. Вместе они хотят предупредить о возможной экологической катастрофе. Откуда взялись яды в керченских стройматериалах? Об этом в нашем следующем сюжете. Юрий Юрьев заявляет, что яды попадают в стройматериалы из-за того, что рушится дамба Нижнечурбашского хранилища отходов. Там сохраняются отходы обогатительного производства Камыш-Бурунского железорудного комбината. Юрий всылается на результаты анализа проб, отобранных из хранилища специалистами. Это исследование провел эколого-аналитический центр Кубанского госуниверситета. Анализ показывает, количество ядовитых и вредных веществ превышает предельно допустимую концентрацию в сотни раз. Юрий Юрьев считает, что это может привести к негативным экологическим последствиям. Отходы горно-обогатительного производства, подмытые грунтовыми водами или атмосферными осадками, могут попасть в Черное море в непосредственной близости от городского пляжа курортного города Керчь. С населением 200 тысяч человек и место строительства Керченского моста. Отравленные этими ядами строительные материалы используются в производстве строительных бетонов. По словам представителя Минтранса, РФ, все документы для этого переходы направлены на рассмотрение в правительство Канала. Изменения будут утверждены до конца иния. Лето осень 2016 года. Результатом бездеятельности всех контролирующих и правоохранительных органов, которые поступали в мои обращения, может стать экологическая катастрофа с реальной угрозой жизни и здоровью населения, проживающего на территории Керченского полуострова. Источник ФОШПС добавляет, что в ноябре с начала обсиженного штамма в рабочее время сократится минимумно. Что говорят о Крыме жители материковой части страны? Какие шаги нужно предпринимать в международной политике для освобождения полуострова? Кто и как должен разрабатывать стратегию по возвращению Крыма в состав Украины? На эти вопросы ответили участники дебатов «Будущее Крыма. Возможно ли реинтеграция? Как и когда?» Стратегия возвращения Крыма должна соответствовать общественному мнению, но разрабатывать и осуществлять ее должны компетентные учреждения, заявляет аналитик Фонда демократические инициативы имени Илька Кучерева Руслан Кермач. Безусловно, не можно покладаться исключительно на гражданскую думку. Мы понимаем, что граждане не могут понимать всех контекстуальных вещей, они не могут оценить полностью все риски того или иного стратегического подхода к реинтеграции. В основу стратегии все же таки должна быть покладена экспертиза, качественная экспертиза за учением экспертов, аналитиков, ключевых стейкхолдеров, которые знаются на этих вопросах. «На сегодняшний день абсолютное большинство граждан Украины выступает за возврат Крыма, но в способах достижения этой цели единства среди них нет», утверждает аналитик. Согласно исследованию Фонда, 69% населения Украины считают, что Крым должен принадлежать Украине. При этом 31% уверен, что этот вопрос стоит решать не сейчас. 35% считают, что Крым можно вернуть лишь повышением благосостояния Украины. 34% – политическим и экономическим давлением на Россию. 62% опрошенных уверены, что Крым вернется в связи со внутреннероссийскими факторами, такими как смена режима или его кризис. И лишь 14% думают, что Крым необходимо отвоевать. Эксперты уверены, что Украине следует действовать активнее и не упускать тему Крыма из поля общественного внимания, поскольку время не на стороне Украины. Так, уроженец Ялты, главред портала Black Sea News Андрей Клименко предупреждает, вместе с валом репрессий против инакомыслящих и пропагандой в школах, в Крым массово переселяют российских чиновников и сотрудников спецслужб. Они замещают население. Это идет параллельно с процессом вытеснения как крымских татар, так и активной части наших политических украинцев, других национальностей. Наше государство, те, кому по должности положено, должно перестать создавать иллюзию, что оно не знает, что делать. Еще в 2014 году тонны бумаги были потрачены экспертами на обрисование стратегии возвращения Крыма. Но государством в этом направлении до сих пор не сделано ровным счетом ничего, утверждает Андрей Клименко. Крымчанин Павел Казарин, журналист Крымреалии, добавляет, крымская тема и вовсе превращается в гетто, поскольку все большее издание от нее дистанцируется. Нет единого мнения по вопросу, нужно ли вообще возвращать. Во многом тема Крыма в украинских медиа появляется либо за счет того, что в редакциях работают выходцы с полуострова, а там, где нет выходцев из Крыма, ну, постольку, поскольку. Это, на самом деле, очень большая ошибка, и было бы очень неправильным сохранять такое положение дел. Война началась в Крыму, и война закончится только тогда, когда Крым вернется. Это именно та формула, которая, на мой взгляд, исчерпывающе описывает ту причину, по которой Украина должна настаивать на возвращении Крыма. Эксперты убеждены, необходимо поддерживать актуальность крымской темы в Украине, формировать общественное мнение о необходимости возврата Крыма и, самое главное, не перекладывать ответственность за оккупацию на крымское население. По их мнению, крымчане не архитекторы русского господства, а его заложники. Отказ от их поддержки может и вовсе похоронить идею о свободном Крыме. С 1 июля в Крыму повысятся цены на коммунальные услуги. Газ и тепло подорожают в среднем на 10%, электроэнергия и вода на 15%. Расценки на вывоз мусора повысят на 8%. Крымчане, с одной стороны, уже хорошо понимают, Медведевскую аксиому денег нет, но с другой, все же не могут смириться с необоснованностью повышения и мифичностью некоторых коммунальных услуг. Опрошенные крымчане считают, повышение тарифов на коммунальные услуги – мера вынужденная, ведь, как говорит Медведев, денег нет. Так политика построена, что надо больше брать. Почему? Потому что ранее улаживаются расходы свои. Некоторые крымчане предпочитают и вовсе не знать, сколько денег из семейного бюджета идет на коммуналку. Перекладывают обязанности по подсчетам на более здоровых членов семьи. Я, чтобы не расстраиваться, я к этому не касаюсь. У меня сразу поднимается давление, нельзя нервничать, это все нагрузка. Лекарства купить не надо, не за что, мимо надо проходить. Лечимся травами точно. А чтобы что-то полноценное, сложно, нежелательно, конечно. Такова солья. В так называемом Госкомитете по ценам и тарифам объясняют, изменение тарифов на коммунальные услуги произойдет во всех субъектах России. Но в связи со значительной разницей между экономически обоснованными и действующими тарифами на коммунальные услуги в Крыму, для республики разработан собственный план изменения цен, по которому доведение крымских тарифов до российских происходит поэтапно. Что мы вошли только второй год, только два года, у нас пенсии не такие большие оплаты, надо же смотреть на эти вещи и более правильно подходить. А это, вы знаете, легко свалить на кого-то. А может только наши этим поднимают этот вопрос. Вот я вчера в газете пришла, газ повышается в два раза. На каком основании? У нас свой газ. На каком основании? Вот и все. Недовольство со стороны крымчан постоянно повышающимися тарифами и ценами растет. Если льготники платят в месяц за коммуналку до трех тысяч, то люди, не имеющие социальных преференций, выкладывают более значимые суммы. Мы платим где-то две тысячи, зимой две с половиной, потому что это отопление. А дети живут в доме с шара, до пяти, до шести тысяч зимой с отоплением. Очень дорогое отопление, потом очень дорогая подогрев воды, а счетчики же наши считают, открываешь, она льется два часа, пока станет горячая, а все это счетчик считают. Поэтому здесь нужно работать и работать, и работать еще этим службам по этому вопросу. Поэтому отношения, с кем мы, да, вы же даже так вот знаете, как общаетесь, общаемся с людьми, ну все недовольны. Возмущает крымчан и тот факт, что оплачивая услуги, некоторые из них они вовсе не получают. Ну, не знаю, я, например, считаю, что тарифы должны соответствовать, так сказать, услугам. Вот, например, у меня квартиры, значит, я за квартиру плачу 700 чем-то рублей. За что мы платим? Квартиру плата, если мы все сами делаем. Мы вот даже, у нас двухэтажный домик такой, 16-квартирный, да, мы даже попросили, ну, свою соседку, она более так, ну, здоровее нас, вот она раз в месяц моет полы, мы платим, вот этот, подъезд, короче, моет, да, мы платим. Хотя у нас в этом услуге за квартиру стоит, что должны нам каждый, ну, раз в неделю подметать пол и раз в месяц мыть пол. Никто ничего не делает. Квитанции, рассчитанные по новым тарифам, крымчане начнут получать с 1 августа. В дальнейшем тарифы на водоснабжение и водоотведение поднимут еще раз с 1 октября 2016 года, а на остальные коммунальные услуги с 1 января 2017. Как относятся в стране к вынужденным переселенцам? Киевский международный институт социологии огласил результаты социсследования, согласно которому это отношение за два прошедшие года не изменилось. Мнения разделились на позитивное и нейтральное. Но негативная тенденция все же есть в столице и на западе Украины. Позитивно либо нейтрально относятся украинцы к вынужденным переселенцам из Крыма и Донбасса. Позитивно 43% по Украине. И 58% в местах наибольшей концентрации переселенцев. Нейтрально 47% и 34% соответственно. Такие цифры обнародовал Киевский международный институт социологии. Но из-за большого количества внутренне перемещенных лиц возникают конфликты между местным населением и вынужденными переселенцами из Крыма и Донбасса. Сообщил Вадим Черниш. Что мы бачим? По-перше, бачим величезное в деяких громадах поблизу лінії зіткнення через те, что много людей, навантажение на социальную сферу, на социальную инфраструктуру, что выкликает потом, снова на нашу думку, певную напругу между теми, кто же проживает в громаде и теми, кто пребывает. Люди, которые страждают в наследі конфликту, вони вимушені покинуть ці території. Ми маємо це всі розуміти, якась частина доволі велика розуміє, а я частина людей, яка індиферентна до цього. Основной источник інформації о переселенцах – це СМІ. І тільки кожний п'ятий житель України непосредственно общался с вынужденими переселенцами. В силу цього, багато українці дискриминирують їх при прийомі на роботу і при сдаче жилья в аренду. Вадим Черныш приводит в пример своего друга, который поначалу не хотів здавати жилье переселенцам із Луганцка. Вони кажуть, що до мене звернулися переселенці з Луганцка і хочуть орендувати квартиру. А чи можу я їм її здати? Я кажу, а чого ти не можеш їм її здати? Ну якось мені боязно трохи. Я кажу, а ти з ними говорив? Ну говорив, запропонували таку-то ціну, я сказав таку-то ціну. А більше щось запитував? Ні. А ти поговори з ними. Поговорив. Я кажу, ой боже, вони ж стільки пережили. Так що здав квартиру? Так звичайно, що здав. Спікеры обратили внимание на негативну тенденцию в отношении к переселенцам в столице і на западі України. 39% київлян в ході опроса указали на ухудшення криміногенной ситуации, в то время как в других регіонах этот показатель не превышає 16%. По состоянию на май 2016 года Министерство соціальной политики України зарегистрировало более 1,7 млн внутренні перемещенных лиц. Це все новости на сьогодні. Смотрите подробні на нашому сайті BlackCityV. А я прощаюсь с вами. До следующих встреч. Субтитрувальниця Оля Шор Субтитрувальниця Оля Шор